На практике рассмотрим, чем же отличается вариант кода по старому и код, реализующий аналогичный функционал, но реализованный на новом ядре D7. Возьмем что-то, что одинаково реализовано, что в старом ядре, что в новом ядре D7. А будет это у нас, ну, языковые константы. Для демонстрации мы с вами возьмем шаблон тиражного решения Furniture Blue. Где используются языковые константы? Ну, код работы с ними резон на старом ядре и перейдем их на новое ядро. Открываем header PHP и footer PHP. Здесь мы видим в обоих случаях, в обоих файлах, include template.lang.file. Как можем обратить внимание, PHPStore перечеркнул нам данный метод. А это значит, что данный метод устарел. Перейдем к исходному коду данного метода. И действительно, видим, что данный метод помечен как deplicated, то есть устаревший. И указано, что необходимо использовать Bittrex Main Localization Log. Что мы, собственно, с вами сейчас и сделаем. Сдаем копию шаблона. Назовем ему, например, Furniture Blue D7. Хочу обратить ваше внимание, что D7 это не просто новый вариант записи старых методов. Это своя идеология, свои принципы работы. Поэтому не всегда мы можем напрямую заменить старый метод на вызов нового. В старом ядре есть два метода. Один из них это include template.lang.file. Передназначен для подключения языковых файлов для скриптов, лежащих в каталоге текущего шаблона. Это наш вариант. Здесь у нас именно данный метод используется. Есть еще include модули.lang.file. Данная функция, как правило, используется для подключения языковых файлов модули в старом ядре. В D7 у нас есть один единственный метод для подключения языковых файлов. Это loadMessage класса log. У нас есть несколько вариантов, как записать данный метод. Первый вариант – это мы можем записать полное имя метода. То есть у нас будет loadMessage класса BittrexMainLocalizationLog. Но это далеко неудобно, если мы собираемся использовать этот или другие методы класса BittrexMainLocalizationLog в данном файле. Еще раз. С помощью конструкции use мы можем объявить, что вызов лог, класс лог, это как раз вызов класса BittrexMainLocalizationLog. Либо записываем таким образом, либо можем выбрать любое другое имя. Это необходимо, если у нас имена классов, используемые в данном файле, совпадают, хотя и лежат в разных namespace. Либо мы просто хотим использовать более короткое имя. В итоге мы используем более короткую запись loadMessage класса log. Замену также произведем в footer php. Новый шаблон мы применили и смотрим, работает ли он, нет ли ошибок. Как мы можем видеть, все хорошо, ошибок нет, визуально ничего не изменилось. Это значит, что вызовы языковых констант в старом ядре. Сейчас у нас совместно работа с подключением языковых файлов написана уже на новом ядре. Вызовы языковых констант также переделаем на новое ядро D7. И заменяем все вызовы getMessage на вызовы getMessage от класса log нового ядра. Заменяем раз, два, три, четыре, пять. Шесть. В хедер php у нас все. Идем аналогичную замену, делаем производим в файле footer php. У нас тут только одна языковая константа собственно используется, ее и заменяем. Все это сохраняем и смотрим публичную часть. Как видим, ничего у нас не изменилось. Те все языковые константы, которые использовались, успешно выводятся в своих значениях. Но в глубине под капотом у нас уже языковые константы подключаются, вызываются, используя новое API, новое ядра D7. Мы с вами рассмотрели вариант замены методов старого ядра на методы нового ядра. В данном случае подобран пример, когда можно было произвести практически прямую замену одних методов на методы нового ядра. Но это только вершина айсберга. Более подробно мы с вами рассмотрим все дальше. Продолжение следует...